Окей, давайте начнем зарабатывать деньги. В этом коротком видео я покажу вам, как я заработал 593 доллара менее чем за один час. Эту систему легко использовать, она состоит всего из трех простых шагов и даст вам возможность зарабатывать по нескольку сотен долларов каждый день. Сейчас я в деталях объясню метод, которым пользуюсь, и вы сможете делать то же самое. Так что же это за метод и как он работает? Это торговая система, основанная на бинарных опционах. Бинарные опционы легко понять и использовать, потому что у них есть всего два варианта. Цена будет выше или ниже. Как только вы выбрали один из двух вариантов, вы готовы к торговле. Мы говорим о быстром трейдинге, когда срок опциона от 5 до 30 минут. Как только время закончится, ваша позиция будет закрыта. И, если вы выбрали правильный вариант, вы получите прибыль от 170 до 190%. Так как же узнать, выбрать вам выше или ниже? Мы будем использовать очень простой метод, которым пользуются профессиональные трейдеры. Технический анализ тренда. Учитывая, что вероятность того, что опцион будет продолжать движение в том же направлении, очень велика, мы можем проанализировать график и определить его направление. Тренд. Существует три основных типа тренда. Возрастающий тренд, не спадающий тренд и тренд нейтральный. Сейчас я покажу, как вы можете использовать эти тренды, чтобы зарабатывать деньги. Я войду в свой аккаунт у одного из брокеров бинарных опционов и покажу вам в деталях, шаг за шагом, как это делается. Конечно, для заработка вам понадобится свой аккаунт. Этот метод работает с любым из брокеров, указанных внизу страницы. Как видите, у меня на счету сейчас 14 079 долларов и 3 цента. Когда я создал этот аккаунт два месяца назад, на нем было всего 500 долларов. Теперь посмотрим, как работает метод, который помог мне получить прибыль. Вот активы, с которыми можно работать. Ценные бумаги, индексы, валюты и сырье. Когда вы выберете актив, вам останется только определить его тренд. Будет цена выше или ниже. Обратите внимание на таймер. Обычно срок опциона составляет от 5 до 30 минут. Сейчас я буду открывать сделки, используя метод технического анализа тренда. И вы сможете вживую увидеть, как я зарабатываю деньги на бинарных опционах. На сайте под описанием работы системы вы увидите ссылку. Для определения тенденции используйте графики реального времени, доступные здесь. Кликните на нее и откроется новая страница с графиками изменения цены активов. Загрузка страницы может занять до полутора минут, так как здесь содержатся все графики, которые вам понадобятся. Теперь мы определим направление или тренд на графиках, чтобы применить его на бинарных опционах. Начнем с валютных пар. Здесь у нас первая валютная пара. Доллар против иены. Как вы легко можете увидеть на этом графике, цена растет. Это очевидно, если вы посмотрите, как она изменилась на графике. Это возрастающий тренд. Узнав направление тренда, вернемся к бинарным опционам. Находим там нашу пару доллар против иены. Выбираем срок действия опциона. И согласно графику нажимаем выше. Устанавливаем 100 долларов. Нажимаем готово. И подтверждаем. Вот и все. Возвращаемся на страницу графиков. И теперь проверяем график евро против иены. Этот график тоже поднимается, значит тренд возрастающий. И мы можем снова вернуться к опционам. Находим евро против иены. Выбираем срок действия опциона. Нажимаем выше, так как мы определили, что тренд растет. Выбираем ставку 100 долларов. И подтверждаем сделку. Снова возвращаемся на страницу графиков. Следующий график. Фунт против иены. Здесь цена тоже возрастает. Мы видим колебания вверх-вниз, но общее направление движения вверх. Значит тренд возрастающий. Возвращаемся к опционам. Находим фунт против иены. Так как тренд возрастающий, нажимаем выше. Выбираем 100 долларов. Подтверждаем. Переходим на страничку графиков. Следующий график. Австралийский доллар против иены. Это также отличный пример возрастающего тренда. Мы видим, как цена растет. У него тоже есть небольшое колебание, но в целом мы можем уверенно сказать, что это возрастающий тренд. Возвращаемся к опционам. Находим опцион австралийский доллар против иены. Вот и он. Выбираем выше. Выбираем 100 долларов. И подтверждаем сделку. Возвращаемся к графикам. Видим ниспадающий тренд. Думаю, не стоит упоминать, что на ниспадающем тренде мы можем зарабатывать точно так же, как и на возрастающем. И сейчас я покажу вам, как именно мы будем это делать. На графике видно, что цена на нефть идет вниз. В определенный момент она была вверху, а потом пошла вниз, вниз и вниз. Цена упала ниже изначально, поэтому возвращаемся к опционам. Выбираем нефть в нашем списке. Устанавливаем срок окончания опциона. И, так как цена идет вниз, мы нажимаем кнопку ниже. Устанавливаем 100 долларов и подтверждаем сделку. Все работает точно, как с возрастающим трендом. Мы возвращаемся к графикам. Видим еще один ниспадающий тренд. Серебро. С определенного момента график идет вниз, примерно как и в случае с нефтью. Значит, мы возвращаемся к опционам. Из списка выбираем серебро. Так как тренд не спадающий, выбираем ниже. Устанавливаем 100 долларов. Подтверждаем сделку. Мы можем снова возвращаться к графикам. Обратите внимание на график евро против швейцарского франка. Как видите, здесь тренд нейтральный. Из него непонятно, в каком направлении движется цена, или как она будет изменяться в будущем. Так как это нейтральный тренд, мы не будем с ним работать. Мы избегаем таких трендов и просто переключаемся на следующий. Где направление движения более ясно. Как например вот этот, швейцарский франк против иены. Видите, здесь очень четко можно проследить возрастание цены. Возвращаемся к опционам, ищем швейцарский франк против иены. И если я не ошибаюсь, нет в нашем списке такой пары. Это означает, что мы не можем торговать этим опционом у данного брокера. Но это не проблема. Это пример, почему лучше всегда иметь несколько аккаунтов. И в случае, если какой-то актив недоступен у одного брокера, он будет у другого. Также вы увеличиваете прибыль, торгуя одновременно у нескольких брокеров. Возвращаемся к платформе. На настоящий момент у нас есть 6 открытых сделок. Я хочу добавить еще одну сделку, и это будут ценные бумаги. Сейчас я покажу, как выбирать ценные бумаги. Давайте посмотрим, что у нас есть, и определимся с направлением тренда на графиках. В разделе ценных бумаг мы видим, например, график Apple. Как видите, это не самый очевидный тренд. Поэтому мы будем держаться от него подальше. Воспользуюсь поиском, чтобы найти ценную бумагу, которая, я знаю, должна иметь хороший тренд. Я введу Vodafone. Как видите, здесь уже есть подсказка. Я нажимаю на нее, и мы видим замечательный ниспадающий тренд. На графике цена отчетливо уходит вниз. По большому счету, все остальное точно так же, как при торговле валютой или сырьем. Возвращаемся обратно к опционам и выбираем акции Vodafone из списка опционов. Вот он. Выбираем срок действия опциона. Нажимаем ниже, так как тренд на графике был ниспадающим. Выбираем 100 долларов и подтверждаем сделку. Итак, на данный момент я открыл 7 сделок, базируясь на информации с наших графиков. Здесь мы видим всю прибыль и убыток наших сделок. Сейчас я увеличу скорость этого видео и перемещусь вверх страницы, чтобы вы могли видеть, как бежит время. Я ускорю видео через пару секунд и снова замедлю за 3 секунды до срока истечения опционов. Вы сможете увидеть, сколько именно мы потеряли и сколько заработали. На данный момент до истечения срока опционов осталось примерно 3 секунды, как видно на этом таймере. Я перемещусь ниже, к списку закрывшихся опционов. К этому моменту все наши сделки закрылись и вы видите их в списке закрытых опционов. Итого. Мы закрыли с прибылью 6 сделок из 7 и потеряли только одну. Фунт против иены. И это нормально, если какие-то ваши сделки не окажутся прибыльными. Ни один трейдер в мире не может закрывать 100% сделок прибыльным. Наша цель закрыть большинство сделок прибыльных и остаться в выигрыше в итоге. Итак, на этих 6 сделках я заработал в сумме 593 доллара менее чем за 1 час. Также следует помнить, что работоспособность метода гарантированно подтверждена только у брокеров, которые указаны в нижней части этой страницы.